Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Дорогие друзья, здравствуйте. В этом ролике вы узнаете о том, как разобраться в ситуации, если вдруг у вас нашли опухоль надпочечника, как не попасть в неправильные руки, как не перелечиться и как не пропустить что-то важное. В том, что я сегодня буду говорить, будет очень много полезного для вас, поэтому досмотрите до конца. В эпоху, когда появилось УЗИ, КТ, МРТ и различные другие методы визуализации, мы стали просто в огромном количестве выявлять опухолевое образование. Сначала страшно обрадовались, что теперь мы на раннем этапе все это выявим, соперируем и принесем большую пользу больным. Оказалось совсем не так. Мы длительность жизни этих больных совершенно на нее не повлияли, а финансовые потери, осложнения от операций оказались колоссальными. Что привело к тому, что нужно стало определить четкий алгоритм действия в той ситуации, когда мы выявляем опухоли надпочечников. И среди всего количества опухолей, которые мы выявляем, как ни странно, две трети пациентов не нуждаются вообще ни в каком лечении. То есть эти опухоли, они доброкачественные и они не являются гормонально активными. Выявить вот этот феномен и провести дифференциальный диагноз и определиться, что нужно делать с этими опухолями – это и есть задача квалифицированного эндокринолога и эндокринного хирурга. Когда же все-таки вам, пациенты наши любимые, нужно обратить на себя внимание? Прежде всего, когда есть высокая, амплитудная, резистентная к лечению артериальной гипертензии. В этом случае нужно подумать, не связано ли это с опухолями надпочечников. Конечно, никакими самообследованиями, самоанализами заниматься здесь не стоит. Существуют клинические рекомендации по диагностике лечения этих заболеваний, где все прописано достаточно четко. Я не буду перечислять все те анализы, которые нужно сдать. Здесь рекомендация одна – обратиться к грамотному специалисту. Когда меняется внешность, когда человек вдруг начинает ни с того ни с сего поправляться, прибавлять вес, при этом и пищевую, как бы его поведение обычно, ничего нового не происходит, в этом случае тоже нужно задать вопрос, не связано ли это с опухолями надпочечников. Также, поскольку существует обычное прохождение диспансеризации, зачастую такие простые методы, как ультразвуковое исследование могут выявить достаточно крупную опухоль надпочечника. И в этом случае нужно, опять-таки, не сразу бежать к хирургу, который не всегда владеет всеми тонкостями дифференциальной диагностики опухолей надпочечников, а обратиться к специалисту. В большинстве случаев, разобравшись, можно ограничиться лишь наблюдением. Иногда даже наблюдение это не показано, если специалист грамотно разберется с неопасным заболеванием надпочечника. Но в случае, если это образование гормонально активно и имеет определенный злокачественный потенциал, очень важно попасть в правильные руки. Наши двери всегда открыты для вас, и здесь диагностика и лечение таких заболеваний проходят все-таки, как правило, проводятся грамотно. Милости просим. Не дай бог, чтобы вы болели, но если это случится, мы всегда готовы вам помочь. В основном все опухоли надпочечника, государство помогает лечить нам этих больных, они идут по системе ОМС, ВМП. Если лечение показано, то, как правило, оно осуществляется в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Для того, чтобы записаться на консультацию в наш центр, нажмите, пожалуйста, на ссылку под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!